Оскар Уайлд. Портрет Дориана Грея. Глава 3. На другой день в половине первого лорд Генри Уоттон вышел из своего дома на Керзан-Стрип и направился к Олбине. Он хотел навестить своего дядю, лорда-фермера, добродушного, хотя и рисковатого старого холостяка, которого за пределами светского круга считали эгоистом, ибо он ничем особенно не был людям полезен, а в светском кругу – щедрым и добрым, ибо лорд-фермер охотно угощал тех, кто его развлекал. Отец лорда-фермера состоял английским послом в Мадриде, в те времена, когда королева Изабелла была молода, а прима еще и в помине не было. Под влиянием минутного каприза он ушел с дипломатической службы, рассерженной тем, что его не назначили послом в Париж, хотя на этот пост ему давали полное право – его происхождение, праздность, прекрасный слог дипломатических дипеш и неумеренная страсть к наслаждениям. Сын, состоявший при отце секретарем, ушел вместе с ним, что тогда все считали безрассудством, и несколько месяцев спустя, унаследовав титул, принялся серьезно изучать великое аристократическое искусство ничего не делания. У него в Лондоне было два больших дома, но он предпочитал жить на холостую ногу в наемной меблированной квартире, находя это менее хлопотливым, а обедал и завтракал чаще всего в клубе. Лорд-фермер уделял некоторое внимание своим угольным копям в Центральных графствах и оправдывал этот нездоровый интерес к промышленности тем, что, владея углем, он имеет возможность, как это прилично джентльмену, топить свой камин дровами. По политическим убеждениям он был консерватор, но только не тогда, когда консерваторы приходили к власти. В такие периоды он энергично ругал их, называя шайкой радикалов. Он героически воевал со своим коммердинером, который держал его в ежовых рукавицах. Сам же он, в свою очередь, терроризировал многочисленную родню. Породить его могла только Англия, а между тем он был ею недоволен и всегда твердил, что страна идет к гибели. Принципы его были старомодны, зато многое можно было сказать в защиту его предрассудков. В комнате, куда вошел лорд Гинри, дядя его сидел в толстой охотничьей куртке, с сигарой в зубах и читал Таймс, ворчливо выражая вслух свое недовольство этой газетой. «А, Гарри», — сказал почтенный ставец, — «что это ты так рано? Я думал, что вы, Дэнди, встаете не раньше двух часов дня и до пяти не выходите из дома». «Поверьте, дядя Джордж, меня привели к вам в такой ранний час исключительно родственные чувства. Нет вас кое-что нужно». «Денег, вероятно», — сказал лорд Фермер с кислым видом. «Ладно, садись и рассказывай. Нынешние молодые люди воображают, что деньги — это все». «Да», — согласился лорд Гинри, поправляя цветок в петлице, — «а с годами они в этом убеждаются. Но мне деньги не нужны, дядя Джордж. Они нужны тем, кто имеет привычку платить долги, а я своим кредиторам никогда не плачу. Кредит — это единственный капитал младшего сына в семье, и на этот капитал можно отлично прожить. Кроме того, я имею дело только с поставщиками Дартмура, и, естественно, они меня никогда не беспокоят. К вам я пришел не за деньгами, а за сведениями. Разумеется, не за полезными, за бесполезными». «Ну что ж, от меня ты можешь узнать все, что есть у любой синей книги Англии, хотя нынче в них пишут много ерунды. В те времена, когда я был дипломатом, это делалось гораздо лучше. Но теперь, говорят, дипломатов зачисляют на службу только после того, как они выдержат экзамен». «Так чего же от них ожидать? Экзамены, сэр, это чистейшая чепуха, от начала и до конца. Если ты джентльмен, так тебя учить нечему, тебе достаточно того, что ты знаешь. А если ты не джентльмен, то знания тебе только во вред». «Мистер Дориан Грей в синих книгах не числится, Рёрдж», – небрежно заметил лорд Генри. «Мистер Дориан Грей? Кто же он такой?» – спросил лорд Фермер, хмуря седые косматые брови. «Вот это-то я и пришел вас узнать, дядя Джордж. Впрочем, кто он, мне известно. Он внук последнего лорда Келсо. Фамилия его матери была Деверы, дяди Маргарет Деверы. Расскажите мне, что вы знаете о ней? Какая она была? За кого вышла замуж? Ведь вы знали в свое время весь лондонский свет. Так, может, и ее тоже? Я только что познакомился с мистером Греем, и он меня очень интересует». «Внук Келсо», – повторил старый лорд. «Внук Келсо, как же, как же, я очень хорошо знала его мать. Помнится, даже был на ее крестинах. Красавица она была необыкновенная, это Маргарет Деверы. И все мужчины бесновались, когда она убежала с каким-то молодчиком, полнейшим ничтожеством, без гроша за душой. Он был офицерик пехотного полка или что-то в таком роде. «Да-да, помню все, как будто это случилось вчера. Бедняга был убит на дуэли в СПА через несколько месяцев после того, как они поженились. Насчет этого ходили тогда скверные слухи. Говорили, что Келсо подослал какого-то прохвоста, бельгийского авантюриста, чтобы тот публично оскорбил его зятя. Понимаешь, подкупил его, заплатил под лицо. И тот на дуэли насадил молодого человека на свою шпагу, как голубя навертил. Дело замяли, но и богу, после этого Келсо долгое время ел в клубе свой бифштег с полным одиночеством. Мне рассказывали, что дочь он привез домой, но с тех пор она не говорила с ним до самой смерти. Да, скверная история. И дочь умерла очень скоро, года не прошло. Так ты говоришь, после нее остался сын? А я и забыл об этом. Что он собой представляет? Если похож на мать, так, наверное, красивый малый. Да, очень красивый, подтвердил лорд Генри. Надеюсь, он попадет в хорошие руки, продолжал лорд Фермер. Если Келсо его не обидел в завещании, у него должно быть куча денег. Да и у Маргарет было свое состояние. Все поместье Селби перешло к ней от деда. Ее дед ненавидел Келсо, называл его Скоредом. Он и в самом деле был скряга. Помню, он приезжал в Мадрид, когда я жил там. Ей-богу, я краснел за него. Королева несколько раз спрашивала меня, кто этот английский пэр, который постоянно торгуется с извозчиками. О нем там анекдоты ходили. Целый месяц я не решался показываться при дворе. Надеюсь, Келсо был щедрее к своему внуку, чем к мадридским извозчикам. «Этого я не знаю», — отозвал свой лорд Генри. «Дориан еще несовершеннолетний, но думаю, что он будет богат. Селби перешло к нему, это я слышала от него самого. Так вы говорите, его мать была очень красива?» Маргарет Дэвери была одна из прелестнейших девушек, каких я видывал в жизни. Я никогда не мог понять, что ее толкнуло на такой странный брак. Ведь она могла выйти за кого бы ни пожелала. Сам Карлинг-то был от нее без ума. Но вся беда в том, что она обладала романтическим воображением. В их роду все женщины были романтичны. Мужчины немного стоили, но женщины, ей-богу, были замечательные. Карлинг-то на коленях стоял перед Маргарет, он сам мне это говорил. А ведь в Лондоне в те времена все девушки были влюблены в него. Но Маргарет только смеялась над ним. «Да, кстати, о дурацких браках. Что это за вздор молол твой отец насчет Дартмора? Будто он хочет жениться на американке? Неужели англичанки для него недостаточно хороши?» «Видите ли, дядя Джордж, жениться на американках теперь очень модно». «Ну а я за англичанок и готов спорить с целым светом». Лорд Фермер стукнул кулаком по столу. «Ставка нынче только на американок». «Я слышал, что их ненадолго хватает», — буркнул дядя Джордж. «Их утомляют долгие заезды, но в скачках с препятствиями они великолепны. На лету берут барьеры. Думаю, что Дартмору не сдобровать». «А кто ее родители?» — ворчливо осведомился Лорд Фермер. «Они у нее вообще имеются?» — Лорд Генри покачал головой. «Американские девицы также ловко скрывают своих родителей, как английские дамы свое прошлое», — сказал он, вставая. «Должно быть папаша ее экспортер свинины?» «Ради Дартмура, дядя Джордж, я желал бы, чтобы это было так. Говорят, в Америке это самое прибыльное дело. Выгоднее его только политика». «А его американка, по крайней мере, хорошенькая?» «Как большинство американок, она изображает из себя красавицу. В этом секрет их успеха». «И отчего они не сидят у себя в Америке? Ведь нас всегда уверяют, что там для женщин рай». «Так оно и есть. Потому-то они, подобно про матери Еви, стремятся выбраться оттуда», — пояснил Лорд Генри. «Ну, до свидания, дядя Джордж. Я должен идти, иначе опоздаю к завтраку. Спасибо за сведения о Дориане. Я люблю знать все о своих новых знакомых и ничего о старых». «А где ты сегодня завтракаешь, Гарри?» «У тетушки Агаты. Я напросился сам и пригласил мистера Грея. Он ее новый протеже». «Хммм, так вот что, Гарри. Передай своей тетушке Агате, чтобы она перестала меня атаковать воззваниями пожертвований. Надоели они мне до смерти. Эта добрая женщина вообразила, что у меня другого дела нет, как только выписывать чеки на ее дурацкие благотворительные затеи». «Хорошо, дядя Джордж, передам. Но ведь это бесполезно. Филантропы, увлекаясь благотворительностью, теряют всякое человеколюбие. Это их отличительная черта». Старый джентльмен одобрительно хмыкнул и позвонил Лаке, чтобы тот проводил гостя. Лорд Генри прошел пассажем на Берлингонн-стрит и направился к Берклэй-сквер. Он вспоминал то, что услышал от дяди о родных Дориана Грея. Даже рассказанная в общих чертах, история эта взволновала его своей необычайностью, своей почти современной романтичностью. Прекрасная девушка, пожертвовавшая всем ради страстной любви. Несколько недель безмерного счастья, разбитого гнусным преступлением. Потом месяцы новых страданий, рожденный в муках ребенок, мать унесена смертью, удел сына сиротства и тирании бессердечного старика. Да, это интересный фон, он выгодно оттеняет облик юноши, придает ему еще больше очарования. За прекрасным всегда скрыта какая-нибудь трагедия. Чтобы зацвел самый скромный цветочек, миры должны претерпеть родовые муки. Как обворожителен был Дориан вчера вечером, когда они обедали вдвоем в клубе? В его ошеломленном зоре и при открытых губах читались тревога и робкая радость, а в тени красных абажуров лицо казалось еще розовее, еще ярче выступала его дивная расцветающая красота. Говорить с этим мальчиком было все равно, что играть на редкостной скрипке. Он отзывался на каждое прикосновение, на малейшую дрожь смычка. А как это увлекательно проверять силу своего влияния на другого человека? Ничто не может с этим сравниться. Перелить свою душу в другого, дать ей побыть в нем, слышать отзвуки собственных мыслей, усиленные музыкой юности и страсти, передавать другому свой темперамент, как тончайший флюид или своеобразный аромат. Это истинное наслаждение, самая большая радость, быть может, какая дана человеку в наш ограниченный и пошлый век с его грубо-чувственными утехами и грубо-примитивными стремлениями. К тому же этот мальчик, с которым он по столь счастливой случайности встретился в мастерской Безела, замечательный тип, или во всяком случае из него можно сделать нечто замечательное. У него есть все – обаяние, белоснежная чистота юности и красота, та красота, какую запечатлели в мраморе древние греки. Из него можно вылепить что угодно, сделать его титаном или игрушкой. Как жаль, что такой красоте суждено увянуть. А Безел, как психологически интересно то, что он говорил. Новая манера в живописи, новое восприятие действительности, неожиданно возникшая благодаря одному лишь присутствию человека, мы не подозреваем. Душа природы, обитавшая в дремучих лесах, бродившая в чистом поле, да то ли незримая и безгласная, вдруг, как дряда, явилась художнику без всякого страха, ибо его душе, давно ее искавшей, дана та вдохновенная прозорливость, которой только и открываются дивные тайны. И простые формы, образы, вещи обрели высокое совершенство и некий символический смысл, словно являя художнику иную, более совершенную форму, которая из смутной грезы превратилась в реальность. Как это все необычайно! Нечто подобное бывало и в прошлые века. Платон, для которого мышление было искусством, первый задумался над этим чудом. А Буонаротти? Разве не выразил он его в своем цикле сонетов, высеченных в цветном раморе? Но в наш век это удивительно. И Лорд Генри решил, что ему следует стать для Дориана Грея тем, чем Дориан, сам того не зная, стал для художника, создавшего его великолепный портрет. Он попытается покорить Дориана. Собственно, он уже наполовину этого достиг. И душа чудесного юноши будет принадлежать ему. Как щедро одарила судьба это дитя любви и смерти. Лорд Генри вдруг остановился и окинул взглядом соседние дома. Увидев, что он уже миновал дом своей тетушки и отошел от него довольно далеко, он, посмеиваясь над собой, повернул обратно. Когда он вошел в темноватую прихожую, Дворецкий вдоложил ему, что все уже в столовой. Лорд Генри отдал одному из лакеев шляпу и трость и прошел туда. «Ты, как всегда, опаздываешь, Гарри!» Воскликнула его тетушка, укоризненно качая головой. Он извинился, тут же придумав какое-то объяснение и, сев на свободный стол рядом с хозяйкой дома, обвел глазами собравшихся гостей. Другого конца стола ему застенчиво кивнул Дориан, краснея от удовольствия. Напротив сидела герцогиня Харли, очень любимая всеми, кто ее знал, дама в высшей степени кроткого и веселого нрава и тех архитектурных пропорций, которые современные историки называют «тучностью», когда речь идет не о герцогине. Справа от герцогини сидел сэр Томас Берден, член парламента, радикал. В общественной жизни он был верным сторонником своего лидера, а в частной – сторонником хорошей кухни, то есть следовал общеизвестному мудрому правилу – выступая с либералами, а обедая с консерваторами. По левой руке герцогини занял место мистер Эрскин из Тредли, пожилой джентльмен весьма культурный и приятный, но усвоивший себе дурную привычку всегда молчать в обществе, ибо, как он однажды объяснил леди Агате, еще до тридцати лет высказал все, что имел сказать. Соседкой лорда Генри за столом была миссис Ванделер, одна из давнишних приятельниц его тетушки, поистине святая женщина, но одетая так бесвкусно и крикливо, что ее можно было сравнить с молитвенником в скверно-маляповатом переплете. К счастью для лорда Генри, соседом миссис Ванделер с другой стороны оказался лорд Фаудел, мужчина средних лет, большого ума, но посредственных способностей, бесцветный и скучный, как отчет министра в палате общин. Беседа между ним и миссис Ванделер велась с той усиленной серьезностью, которой, по его же словам, непростительно грешат все добродетельные люди, и от которой никто из них никак не может полнее освободиться. — Мы говорим о бедном Дартмуре, — громко сказал лорду Генри герцогине, приветливо кивнув его через стол. — Как вы думаете, он в самом деле женится на этой обворожительной американке? — Да, герцогиня, она, кажется, решила сделать ему предложение. — Какой ужас! — воскликнула леди Агата. — Право следовало бы помешать этому. — Я слышал из самых верных источников, что ее отец в Америке торгует галантереей или каким-то другим убогим товаром, с презрительной миной объявил сэр Томас Берден. — А мой дядя утверждает, что свинина сэр Томас. — Что это еще за убогий товар? — осведомилась герцогиня, в удивлении поднимая полные руки. — Американские романы, — пояснил лорд Генри, принимаясь за куропатку. Герцогиня была озадачена. — Не слушайте его, дорогая, — шепнула ей леди Агата. — Он никогда ничего не говорит серьезно. — Когда была открыта Америка, — начал радикал, и дальше пошли всякие скучнейшие сведения. Как все ораторы, которые ставят себе целью исчерпать тему, он исчерпал терпение слушателей. Герцогиня вздохнула и воспользовалась своей привилегией перебивать других. — Было бы гораздо лучше, если бы эта Америка совсем не была открыта, — воскликнула она. — Ведь американки отбивают у наших девушек всех женихов. Это безобразие. — Пожалуй, я сказал бы, что Америка вовсе не открыта, — заметил мистер Эрскин. — Она еще только обнаружена. — О, я видела представительницу ее населения, — неопределенным тоном отозвалась герцогиня, — и должна признать, что большинство из них прихорошенькие и одеваются прекрасно. Все туалеты заказывают в Париже. Я, к сожалению, не могу себе этого позволить. Есть поговорка, что хорошие американцы после смерти отправляются в Париж, — изрек хихикая сэр Томас, у которого имелся в запасе большой выбор потрепанных острот. — Вот как? А куда же отправляются после смерти дурные американцы? — поинтересовалась герцогиня. — В Америку, — пробормотал лорд Генри. Сэр Томас двинул брови. — Боюсь, что ваш племянник передубежден против этой великой страны, — сказала леди Агатя. — Я изъездил ее всю вдоль и поперек. Мне предоставляли всегда специальные вагоны. Тамошние директора весьма любезны. И, уверяю вас, поездки в Америку имеют большое образовательное значение. — Неужели же, чтобы стать образованным человеком, необходимо повидать Чикаго? — жалобно спросил мистер Эрски. — Я не чувствую себя в силах совершить такое путешествие. Сэр Томас махнул рукой. — Для мистера Эрскина мир сосредоточен на его книжных полках. А мы, люди дела, хотим своими глазами все видеть, не только читать обо всем. Американцы очень интересный народ и обладают большим здравым смыслом. Я считаю, что это их самая отличительная черта. Да-да, мистер Эрскин — это весьма здравомыслящие люди. Поверьте мне, американец никогда не делает глупостей. — Какой ужас! — воскликнул лорд Генри. — Я еще могу примириться с грубой силой, но грубая тупая рассудочность совершенно невыносима. Руководствоваться рассудком — в этом есть что-то неблагородное. Это значит придавать интеллект. — Не понимаю, что вы этим хотите сказать, — отозвался сэр Томас по Багровев. — А я вас понял, лорд Генри, — с улыбкой пробормотал мистер Эрскин. — Парадоксы имеют свою прелесть, но... — начал баронет. — Разве это был парадокс? — спросил мистер Эрскин. — А я и не догадался. — Впрочем, может быть, вы правы. — Ну так что же? — Правда, жизнь открывается нам именно в форме парадокса. Чтобы постигнуть действительность, надо видеть, как она балансирует на канате. И только посмотрев все те акробатические штуки, какие проделывает истина, мы можем правильно судить о ней. — Господи, как мужчины любят спорить, — вздохнула леди Агата. — Никак не могу взять в толк, о чем вы говорите. — А на тебя, Гарри, я очень сердита. — Зачем это ты отговариваешь нашего милого мистера Грея работать со мной в эстенде? — Пойми, он мог бы оказать нам неоценимые услуги. Его игра так всем нравится. — А я хочу, чтобы он играл для меня, — смеясь, возразил лорд Генри, и, глянув туда, где сидел Дориан, встретил его ответный радостный взгляд. — Ну, в Ачепле видишь столько людского горя. Не унималась леди Агата. — Я сочувствую всему, кроме людского горя, — лорд Генри пожал плечами. — Ему я сочувствовать не могу. Она слишком безобразна, слишком ужасна и угнетает нас. Во всеобщем сочувствии к страданиям есть нечто в высшей степени нездоровое. Сочувствовать надо красоте, ярким краскам и радостям жизни. И как можно меньше говорить о темных ее сторонах. — Но и стенд — очень серьезная проблема, — внушительно заметил сэр Тома, скачая головой. — Несомненно, — согласился лорд Генри, — ведь это проблема рабства, и мы пытаемся разрешить ее увеселяя рабов. Старый политикан пристально посмотрел на него. — А что же вы предлагаете взамен? — спросил он. — Лорд Генри рассмеялся. — Я ничего не желал бы менять в Англии, кроме погоды, и вполне довольствуюсь философским созерцанием. Но девятнадцатый век пришел к банкротству из-за того, что слишком щедро расточался страданий. И потому, мне кажется, наставить людей на путь истины может только наука. Эмоции хороши тем, что уводят нас с этого пути, а наука тем, что она не знает эмоций. — Но ведь на нас лежит такая ответственность, — робко вмешалась миссис Вандалер. — Громадная ответственность, — поддержала ее леди Агата. Лорд Генри через стол переглянулся с мистером Эрскином. — Человечество преувеличивает свою роль на земле. Это его первородный грех. Если бы пещерные люди умели смеяться, история пошла бы по другому пути. — Вы меня очень утешили, — проворковала герцогиня. — До сих пор, когда я бывала у вашей милой тетушки, мне всегда становилось совестно, что я не интересуюсь эстендом. Теперь я буду смотреть ей в глаза не краснее. — Но румянец женщине очень к лицу герцогиня, — заметил Лорд Генри. — Только в молодости, — возразила она, — а когда краснеет такая старуха, как я, это очень дурной признак. — Ах, Лорд Генри, хоть бы вы мне посоветовали, как снова стать молодой. — Лорд Генри подумал с минуты. — Можете вы, герцогиня, припомнить какую-нибудь большую ошибку в своей молодости? — спросил он, наклоняясь к ней через стол. — Увы, и не одну. — Тогда совершите их все снова, — сказал он серьезно. — Чтобы вернуть молодость, стоит только повторить все ее безумства. — Замечательная теория, — восхитилась герцогиня. — Непременно проверю ее на практике. — Теория опасная, — процедился ртом и сквозь плотно сжатые губы. А леди Агата покачала головой, но невольно засмеялась. Мистер Эрскин слушал молча. — Да, — продолжил Лорд Генри, — это одна из великих тайн жизни. В наши дни большинство людей умирает от ползучей формы рабского благоразумия, и все слишком поздно спохватываются, что единственное, о чем никогда не пожалеешь, — это наши ошибки и заблуждения. За столом грянул дружный смех. А Лорд Генри стал своенравно играть этой мыслью, давая волю фантазии. Он джунглировал ее, преображал ее, то отбрасывал, то подхватывал снова, заставлял ее искриться, украшая радужными блестками своего воображения, окрылял парадоксами. Этот гимн безумством воспарил до высот философию, а философия обрела юность, и, увлеченная дикой музыкой наслаждения, как вакханка в залитом вином наряде и венке из плюща, понесла свиступленной пляски по холмам жизни, насмехаясь над трезвостью медлительного селена. Факты вступали ей дорогу, разлетались, как испуганные лесные духи. Ее обнаженные ноги попирали гигантский камень до вильни, на котором восседает мудрый омар. И журчащий сок винограда вскипал вокруг этих белых ног волнами пурпуровых брызг, растекаясь затем красной пеной по отлогим черным стенкам чана. То была блестящая оригинальная импровизация. Лорд Генри чувствовал, что Дориан Грей не сводит с него глаз, и сознание, что среди слушателей есть человек, которого ему хочется пленить, оттачивало его остроумие, придавало красочность речам. То, что он говорил, было увлекательно, безответственно, противоречило логике и разуму. Слушатели смеялись, но были невольно очарованы и покорно следовали за полетом его фантазий, как дети за легендарным дудочником. Дориан Грей смотрел ему в лицо, не отрываясь, как завороженный, и по губам его то и дело пробегала улыбка, а в потемневших глазах восхищение сменялось задумчивостью. Наконец, действительность в костюме нашего века вступила в комнату в образе слуги, доложившего герцогине, что экипаж ее подан. Герцогиня в шутливом отчаянии заломила руки. Экая досада. Приходится уезжать. Я должна заехать в клуб за мужем и отвезти его на какое-то глупейшее собрание, на котором он будет председательствовать. Если опоздаю, он обязательно рассердится, а я стараюсь избегать сцен, когда на мне эта шляпка. Она чересчур воздушна, одно резкое слово может ее погубить. Нет, нет, не удерживайте меня, милая Агата. До свидания, лорд Генри. Вы прелесть, но настоящий демон-искуситель. Я положительно не знаю, что думать о ваших теориях. Непременно приезжайте к нам обедать. Ну, скажем, во вторник. Во вторник вы никуда не приглашены? Для вас, герцогиня, я готова изменить всем, сказал с поклоном лорд Генри. О, это очень мило с вашей стороны, но и очень дурно, воскликнула почтенная дама. Так помните же, мы вас ждем. И она величаво выплыла из комнаты, а за ней леди Агата и другие дамы. Когда лорд Генри снова сел на свое место, мистер Эрскин, усевшись рядом, положил ему руку на плечо. Ваши речи интереснее всяких книг, начал он. Почему вы не напишете что-нибудь? Я слишком люблю читать книги, мистер Эрскин, и потому не пишу их. Конечно, хорошо бы написать роман, роман чудесный, как персидский ковер и столь же фантастический. Но у нас в Англии читают только газеты, энциклопедические словари да учебники. Англичане меньше всех народов мира понимают красоты литературы. Боюсь, что вы правы, отозвался мистер Эрскин. Я сам когда-то мечтал стать писателем, но давно отказался от этой мысли. Теперь мой молодой друг, если позволите вас так называть, я хочу задать вам один вопрос. Вы действительно верите во все то, что говорили за завтраком? Я уже совершенно не помню, что говорил. Лорд Генри улыбнулся. Какую-нибудь ересь? Да, безусловно. На мой взгляд, вы человек чрезвычайно опасный, и если с нашей милой герцогиней что-нибудь стрясется, все мы будем считать вас главным виновником. Я хотел бы побеседовать с вами о жизни. Люди моего поколения прожили жизнь скучно. Как-нибудь, когда Лондон вам надоест, приезжайте ко мне в Тредли. Там вы изложите мне свою философию наслаждения за стаканом чудесного бургундского, которое у меня, к счастью, еще сохранилось. С большим удовольствием. Сочту за счастье побывать в Тредли, где такой радушный хозяин и такая замечательная библиотека. Вы ее украсите своим присутствием, отозвался старый джентльмен с учтивым поклоном. Ну а теперь пойду прощусь с вашей добрейшей тетушкой. Мне пора ватеную. В этот час мы обычно дремлем там. В полном составе, мистер Эрскин? Да, сорок человек в сорока креслах. Таким образом мы готовимся стать английской академией литературы. Лорд Генри расхохотался. Ну а я пойду в парк, сказал он, вставая. В двери Дориан Грей дотронулся до его руки. Можно и мне с вами? Но вы, кажется, обещали навестить Бэзела Холлорда. Мне больше хочется побыть с вами. Да, да, мне непременно надо пойти с вами. Можно? И вы обещаете все время говорить со мной? Никто не говорит так интересно, как вы. Ох, я сегодня уже достаточно наговорил, с улыбкой возразил лорд Генри. Теперь мне хочется только наблюдать жизнь. Пойдемте и будем наблюдать вместе, если хотите. 3 7 21 22 Продолжение следует...